Друзья, доброе, добрейшее утро. Мы с вами продолжаем изучать то урок, то уже давно с нами, молодцы, прям сам удивляюсь. 104 урок, заканчиваем уже. Какую из книг мы заканчиваем? Просто, знаете как, нам когда-то в спорте говорили, я помню, тренер говорил такую фразу, что стабильность – признак мастерства. То есть пока спортсмен нестабильный, да? Он еще не мастер. То получилось, то не получилось. А как он становится стабильным – это уже мастер. То есть кто-то уже делает… Вот если вы уже приходите на родиторы каждое утро, потом сделаете для себя какой-то конспект, значит, потом в течение дня повторяете все. Это признак мастерства. То есть вы уже, можно сказать, практически праведники. Вот сейчас мы как раз заканчиваем эту книгу «Пути праведников». Точно мы уже узнаем, как конкретно делать шуму. Да, мы знаем уже. Дальше уже надо задумываться. Шалом, шалом. Максим, Яков очень рад. Это у нас самые старожилы. Можно сказать, Яков вообще первый был, может, на этих уроках. Максим тоже. И вот, дорогие друзья, так что скоро мы станем праведниками. Заканчиваем. И сегодня мы заканчиваем главу раскаяния. И после главы раскаяния нам останется только глава Тора и Иратошем, и страх перед Богом. Мы как раз войдем в Рошашана праведниками. Очень удачно получилось, да, что мы начали, например, 7 октября, мы начали изучать книгу, значит, 7 октября мы начали изучать книгу «Сад Благодарности» Равшала Маруша. И благодаря этой книге 120 уроков мы прошли вот этот путь. Ну, то есть это было дикое потрясение. Но все, кто были на уроках «Сад Благодарности», у нас есть 350 отзывов по этому курсу. И все сказали, что это самый, несмотря на то, что внешне это был очень страшный период, но внутренне все его прошли как самый счастливый период в жизни. Потому что увидеть, наконец-то, и научиться благодарить Всевышнего, это совершенно фантастическое состояние, новое. И для меня лично тоже это было очень новое состояние. И потом мы прошли курс по книге «Жить в радости». Закончили книгу «Жить в радости». Как раз Пурим был. Перед Пуримом мы научились жить в радости, увеличивать радость. Такая очень практичная была книга. И после «Жить в радости» мы начали книгу «Ути праведников». И вот мы отлично уже сейчас заканчиваем эту книгу «Хороша жена». Как раз год пройдет. И я очень надеюсь, что выйдет уже книга «Коэлит». Уже сегодня я написал спросить, как дела. Но они обещали «Хороша жена» успеть подготовить к изданию, издательство «Книжники». И с Божьей помощью, если все будет нормально, то мы, я думаю, как положено учить. Ну, «Лоша нора» был, по-моему, раньше курс. Я говорю про вот этот год. Про этот год. По-моему, «Лоша нора» учили раньше. До этого точно раньше учили. В этом году мы выучили три книги. Значит, «Сад благодарности», «Жить в радости» и «Пути праведников» заканчиваем. И начнем, я думаю, с сентября. Где-то, да, с конца сентября, если издадут «Коэлит». Даже если не издадут, наверное, тоже. Еще раз углубленно пройти «Коэлит Экклезиаст». Все. Можно уже тогда встречать Машеха. Белые одежды. И, значит, придет Машех благодаря нашим заслугам. Потому что столько света, сколько мы с вами создаем уроками Торы, значит, вряд ли кто создает. Почему? Мы сегодня узнаем, почему. Вот смотрите. Здесь мы вчера узнали, мы закончили на том, что есть простой, есть простой очень такой вот простой вариант текста исповеди, да, который нужно говорить. Каждый должен исповедоваться. «Молю тебя, Всевышний, я согрешил, приступил, восстал перед тобой, сделал так-то и так-то. И вот я раскаиваюсь, истужу своих поступков, и больше никогда не повторю такого». Это основа исповеди, да. То есть у нас есть текст, и если его повторять, то, значит, ну, будет очень хороший очищающий эффект. Теперь дальше. Дальше он объясняет, есть установленный текст «Видуя», который говорят во всех молитвах. «В Слихот», вот сейчас покаянные молитвы в этом месяце, Илуль. Потом в Рошашана, в Йом-Кипур. Вот эти вот есть специальные тексты «Видуй», «Исповеди», да. И там идет по алфавиту, например, и все идет во множественном числе. То есть каждый, кто молится по вот этому вот «Видую», он молится во множественном числе «Ашамну», «Ахальну», ну и так далее. То есть еле запрещенное. Он как бы говорит за себя и за тех, которые, может быть, не исповедуются. Но он как бы за них тоже у Бога просит прощения. Теперь, и он здесь пишет, автор этой книги, что когда ты доходишь до того, что ты реально делал, нужно шепотом, чтобы никто не слышал, перечислить именно свой грех. Чтобы сказать, я в этом очень сожалею. «И пусть скажет со слезами, да оставит нечестивый» Там в конце есть такой текст, и нужно этот текст говорить со слезами. «Да оставит нечестивый свой путь, и человек греха, помыслы свои, и пусть вернется ко Всевышнему, и он помилует его к нашему Богу, ибо он прощает множество раз». Это пророк Ишая. Текст из пророка Ишая. Ишаяу. Это вот, он говорит, тогда это подействует, поможет. Я все эти тексты сфотографирую, и даже мы попросим Якова Шатадина, чтобы он попросил Влада, или как-то мы, чтобы мы подготовили красивые такие тексты, упрощенный вариант, как вот этот веду и говорить, да. И в конце исповеди нужно сказать так. «Я отошел от твоих заповедей и от твоих благих законов, и это мне ничего не дает». Ну, то есть, реально, человек, который согрешил, что это ему дает? Ну, там, секундное какое-то наслаждение, и то не всегда. «А ты справедлив во всем, что пришло на меня, ибо ты творишь истинно, а я согрешил». То есть, нужно понимать, что от Бога зла не идет. От Бога идет только очищение, напоминание, воспитание, знаки и так далее. То, что человек называет злом, в итоге может оказаться совсем вообще не зло. Как была история, когда один друг моего отца, он попал в аварию. И когда он попал в аварию, он попал в больницу. В больнице ему проверили, что в аварии переломов не было, но уже сделали общее обследование. И нашли у него в начальной стадии онкологию. И ему сделали операцию, и он, значит, после этого счастливо жил, вспоминал день своей аварии, как день своего спасения. То есть, получается, что иногда Всевышний приводит спасение через аварию. А как он ему другому? Он хорошо себя чувствовал. То есть, так бы он и такой был человек, который до последнего потерпел, потом бы перешел в последняя стадия. А Всевышний его хотел, чтобы он еще в этом мире что-то сделал. Причем интересно, что его отец вот этого человека дожил до 101 года. И это было, он был очень такой какой-то профессор и так далее. Вот, а этот его был сын, и он был очень крепкий такой, да. Дальше здесь он приводит, автор этой книги, приводит еще отрывок из Иерусалимского Талмуда. Значит, был Вавилонский Талмуд. Это Талмуд, который устную тору в ешивах, в таких академиях в Вавилоне записывали устную тору со всеми, со всеми там возможными вопросами, уточнениями и так далее. И назвали Вавилонский Талмуд, это его закончили записывать, писали его с 300-го по 500-й год нашей эры. И Рав Аша в конце закончил, и получился Вавилонский Талмуд. Чтобы изучить Вавилонский Талмуд, нужно 7,5 лет по одному листочку, если в день учить. А там лист, чтобы выучить, углубленно нужна неделя. Чтобы прочитать час, чтобы понять, опять же, в зависимости от того, кто тебе объясняет, насколько ты уже подготовлен изначально. Изначально, насколько ты подготовлен. Но, в принципе, чтобы было понятно, что Вавилонский Талмуд, это 7,5 лет по часу, если в день учиться, то можно закончить его. Он огромный. Теперь, в это же самое время, в Иерусалиме оставались еще мудрецы. То есть, все, кто говорят, что Израиль ушел в изгнание в 100-м году нашей эры, в 100-м, в 150-м. Римляне разрушили храм в 70-м году. В 74-м году построили коллизии на те деньги, которые украли из храма. И руками угнали пленников, которых они угнали из Израиля. Построили цирк вместо храма. Это как бы вот с тех пор в мире цирк начался, как римляне так сделали. И, значит, что где-то в 120-м году стало уже в Израиле жить тяжело. То есть, римское государство, да, как они установили свою власть, она не справлялась. И Иерусалим остался такой прямо запущенной провинцией. Но евреи там оставались и жили всегда. Это абсолютно неправда, что Израиль был не израильский. Да, он всегда жили там евреи. Только так настолько плохо было жить, что туда пришли какие-то аулы, там, какие-то палестинцы из Египта, да. Например, нет было палестинцев. Пришли какие-то арабы-египетские, пришли какие-то турки. Какие-то всех с окрестных мест приходили. Но Израиль ждал евреев. 2000 лет Израиль ждал всегда евреев. И здесь всегда было очень, ну, Всевышний же, сейчас мы прочитаем тоже про это. Он прямо в туре сказал, когда вы будете грешить, я вас рассею среди народов. Вы среди народов, значит, помучаетесь хорошенечко, да. А потом, когда вы раскаетесь и исправитесь, тогда вернетесь в землю Израиля, она будет вас ждать. И так и произошло. То есть, прямо слово в слово, как Всевышний обещал, так и произошло. И, значит, это тоже доказывает еще раз, что насколько вот Тора, она, ну, просто это удивительно. Насколько каждая буква в Торе, она является основой реальности. И говорится в Иерусалимском Талмуде. Были мудрецы, которые жили в Израиле. Они в основном жили не в Иерусалиме, что интересно. Они жили Твери, вот возле Кенерита, да. Ну, там 150 километров от Иерусалима. Твери, Кенерит, там где Цфат, город Цфат, знаете, есть. Они тоже написали свой Талмуд. И там есть, Талмуд это как растолкование учения. Вот есть и слова. Талмуд это как бы, Лимуд это учение, Талмуд это растолкование учения. И там написано так. Как исповедоваться, задается вопрос. И дается текст свой. Властитель миров надо сказать. Я совершил дурно перед тобой и стоял на дурном пути. Понятно, что они не на русском писали. Как это на Иерусалиме можно посмотреть. Может я бы перевел не дурно, а плохое. Не знаю. Но на русский перевели так. Будем читать так. Я совершил дурно перед тобой и стоял на дурном пути. Более я не поступлю так. Да будет на то воля Твоя Всевышний, Бог мой и Бог Отцов моих, чтобы Ты искупил все мои преступления и простил мне все мои грехи. Так вот они говорят, так надо молиться. И пусть человек раскается во всех преступлениях и во всех своих плохих качествах. То есть если мы уже знаем из этой книги, какие есть плохие качества. Жестокость, лень, гордыня. Это плохие качества. Злоязычие говорит о людях плохо. Сплетни злоязычия. Ну и так далее. То есть есть очень много плохих качеств, в которых тоже нужно раскаиваться перед Всевышним и просить помощи это исправить. То есть тут смотрите, еще раз вот я вчера разговаривал с одним из моих клиентов. И он говорит, ну это же известно, что люди не меняются. Я не стал тогда встревать, оно не имело отношения к разговору, к нашему, к работе. То есть, ну вот эта вот фраза люди не меняются, она вообще против Торы. Вообще против Торы. Люди меняются. Люди не просто меняются. А человек, он может пересобрать себя заново. И само понимание, что такое человек, это тоже очень, как бы, что такое человек, кто я. Я это мое тело. А если у человека взять по кусочкам отрезать, одна голова осталась. Он уже не человек. Он человек, у которого тело, там, рука отпала, потом пришили. Потом и так далее. То есть люди свое тело могут менять, особенно сейчас, гормональные препараты, операции, пластические операции. Вообще не узнаешь. Человек по кусочкам пересобрался. Качество характера. Можно любого качества убрать, добавить новое. То есть, ну, понятно, что можно. Что является человеком, да? Вся вот эта вот надстройка, надстройка, да? А значит, она, она меняется. И вот эта вот шува раскаяния, это как раз инструмент работы вот с этой надстройкой. То есть, я сейчас, в данный момент осознал, что то, что в меня закладывали раньше, и то, что я раньше думал, верил, принимал какие-то решения, что это все не мое. Вот я сейчас осознал, человек может так сказать, это не мое. Вот я раньше думал вот так, а сейчас я думаю по-другому. Раньше я верил в это, а сейчас верю по-другому. Раньше я, значит, считал, что надо поступать так, а сейчас считаю по-другому. И если он искренне верит, вера это, вера это энергия, которая скрепляет мысли, не более того. Да, вот давайте вдумаемся. Вот человек говорит, я думаю, что люди не меняются. Да, есть мысль, люди не меняются. Он так думает, но он не уверен. То есть, у него вот эта вот энергия, которая эту мысль держит, ее немного. Эта мысль у него такая, она как стена, которая тряпочная стеночка такая. Да, то есть, она у него где-то в голове есть, но она такая, как тряпочка. Другой говорит, да я точно знаю, да я клянусь, что люди не меняются. То есть, он своим вот этим, я клянусь и напором, он эту тряпочку как бы помазал, помазал там, я не знаю, цементом. Да, то есть, он верит, что это не так. Но это не факт, это просто мысль. Я верю, что люди не меняются. Я знаю, что там спроси человека, тебя как зовут? Он скажет, меня зовут там, я не знаю, Василий вот или там Евгений. А ты его спроси, откуда ты знаешь, что тебя так зовут? Он скажет, ну как, откуда я знаю, меня так называли. А может, тебя называют по-другому. Да, зовут же это тебя, кто-то так зовет. Может, ты не знаешь, как тебя зовут. Может, тебе миллион китайцев там повесили твою фотографию на рекламе и написали, его зовут не Евгений, а его зовут там Чингачгук или Брюс Ли. И все, и тебя миллион китайцев называют Брюс Ли, а ты думаешь, что ты Евгений. То есть, ну и там еще тысячи человек, которые тебя знают, думают, что ты Евгений. Так как тебя зовут? Он такой, ну да, я думал, что меня зовут Евгений. А оказывается, миллион китайцев, меня зовут Брюс Ли. Может, я Брюс Ли тогда получается. То есть, все мысли об этом мире, они очень мысли, они просто мысли. А вера – это то, что берет какую-то мысль и ее как бы цементирует только в восприятии самого человека. А когда он ее верой зацементировал, для него она становится реальностью. Но она все равно же не реальность. Поэтому раскаяние – это ты берешь как бы вот эти все цементные блоки из прошлого, эти все развалины чьих-то мыслей, и ты их очищаешь. И говоришь Всевышнему, да, что я, значит, хочу все, я прошу тебя, что я, значит, совершал какие-то неправильные вещи, стоял на плохом пути. А сейчас прошу тебя, чтобы ты искупил все мои преступления, простил мне все мои грехи. Я другой. И дальше он пишет, что нужно тому, кто раскаивается, требуется огромное усилие для того, чтобы изменить себя действительно. Потому что человек уже привык к этим качествам, ему трудно удалиться от них. Об этом сказал пророк Ишая. Пусть нечестивый оставит свой путь, и человек греха – свои помыслы. И пусть кающийся не думает, что он далек от степеней праведников из-за совершенных им грехов и преступлений. Это не так, пишет автор этой книги. Он любим и мил перед Создателем, благословен он, будто никогда не грешил. Более того, его ожидает великая награда, если он попробовал вкус преступления и удалился от него, и покорил свое злое начало. Сказали мудрецы, там, где стоят раскаившиеся, не могут стоять совершенные праведники. Написано в проход. Так как ступень раскаившихся выше ступени тех, кто никогда не грешил. Потому что они покоряют свое злое начало больше не грешивших. Понятно, да, идея? То есть тот, кто никогда не грешил, он, может, попривычнее не грешил. Может, он и не знает, как грешить. Может быть, он, если бы знал, как грешить, может, он бы и грешил. Но он полностью отдален. Вот почему ортодоксальные люди религиозные, они просто как огня, они ненавидят интернет, ненавидят все вот эти вот СМИ и так далее. Они говорят, я не дам никому залезть в мою голову. Я не хочу, чтобы по моей чистой, светлой голове, по моему прекрасному мышлению, которая знает наизусть книгу псалмов царя Давида, да, которая учит Тору и как бы наполнена словами великих мудрецов-праведников. Я не хочу, чтобы туда зашел своими грязными мыслями какой-то журналюга, который там вообще он сам алкоголик, гомосексуалист, наркоман и импотент еще к тому же, да. И своими вот этими идиотскими идеями протоптался по моей чистой, светлой голове. А потом, еще мне потом впихнул по ходу дела рекламу, чтобы я вместо того, чтобы думать, как мне быть святым и как мне с моими детьми общаться, я же вместо этого думал, как же мне купить вот эту вот новую там модель соковыжималки, значит, которая якобы мне эта соковыжималка там сок выжмет сама, она сама сок не выжмет, это чистый обман, да. Понятно, да, идея, что и такой человек, который никогда не слышал ни про соковыжималку, ни про новости, ни про что, он живет в одном мире. И ему, в принципе, в этом мире достаточно легко быть святым, потому что у него нету особых искушений никаких. Теперь, ну если человек, например, он тот же самый журналист, да, гомосексуалист, алкоголик, наркоман и импотент. И он, значит, друг, он говорит, слушай, значит, а я тоже хочу быть святым. Ну, надоела мне это моя, не то, что надоела мне моя эта жизнь, но, в принципе, как бы понятно, что бухать уже сил нету, печень отказывает, уже возраст, уже, как бы, ну, и гомосексуалистам быть неинтересно, да, потому что, ну, что уже там, смысл в этом, да, какой. И он думает, что же мне теперь делать, что, вот так мне до старости теперь мучаться. И тут он читает книгу «Пути праведников» и говорит, о, там, где стоят раскаившиеся, не могут стоять совершенные праведники. Ступень раскаившихся выше ступени тех, которые не грешил. И потому что они покоряют свое злое начало, да, они, как бы, преодолевают его. Он говорит, все, буду святым. И возвращается ко Всевышнему, и написано в трактате «Санедрин» в Талмуде. Все пророки призывают к раскаянию. И евреи могут быть избавлены лишь раскаянием. То есть, еще раз, Тора, она дана была еврейскому народу, как обязанность, как обязанность ее соблюдать. Как статус рабами вы были в Едипте, теперь рабы вы у Бога Всесильного вашего. И у евреев нет возможности никакой не выполнять Тору. Потому что при невыполнении Торы перечислены обратная сторона, значит, ну, то есть, если, это как обязанность. Все, нет вариантов. Теперь, поэтому евреи обязаны соблюдать 613 заповедей, и могут быть избавлены лишь раскаянием. И Тора обещает, что евреи раскаются в конце их изгнания, и сразу же будут избавлены, как сказано. И будет, когда сбудутся на тебе все слова эти, в Торе прямо написано. Вот мы сейчас читаем, книга дворим. И там написано, и будет, когда сбудутся на тебе все слова эти, благословения и проклятия, которые я положил перед тобою. Перечислено все, катастрофа и знания. Ну, то есть, все, что происходило на протяжении всей истории, перечислено. И в конце написано. «И вернешься ко Всевышнему в конце времен, и Всевышний вернет твоих изгнанников, и помилует тебя, и вернет, и соберет тебя из всех народов». Прямо написано так. То есть, мы сейчас видим, что то, что Израиль сейчас снова на месте. Иерусалим, я сижу в Иерусалиме. Был позавчера на Котеле вечером, молился миллион человек. Просто, вот вообще полностью молятся, просят Всевышнего. Когда Росшкодыш был, прям меня удивило, сколько людей. Мы поехали около 10 вечером. Просто, ну вот, нет ни одного свободного места, прям полная площадь. Именно вот молятся, читают псалмы, такие именно профессионально религиозные. Не которые вот просто там, ну, зашел, сфотографировался, ушел. А люди, которые действительно, там, ученики Ишиф, очень много было таких людей, которые именно ортодоксы, да, их называют. И вот написано. «В конце времен Всевышний вернет твоих изгнанников, и помилует тебя, и вернет, и соберет тебя из всех народов. Смотри же, насколько велико значение раскаяния. Раскаяние велико, так как оно приближает человека ко Всевышнему. Как сказано. «Вернись, Израиль, ко Всевышнему». Это пророк Ошея. И сказано дальше. «Вернулись вы ко мне». Значит, ну и так далее. Он переводит из пророка все пророчества, что в конце времен Израиль вернется ко Всевышнему и вернется в Израиль. Дальше он пишет. «Раскаяние приближает далеких. Еще вчера этот человек был гадок, так перевод, я не знаю, как на виде написано. Был гадок перед Всевышним, ненавистен, отвратителен и удален. А ныне он любив, любим и мил и близок. Всевышний удаляет преступников и приближает раскаявшихся одними и теми же словами». Ну и так далее. Он приводит опять из пророков очень много таких вот высказываний, что Всевышний всех прощает и в конце времен вернутся, будет третий храм, в Иерусалиме опять будут звучать песни. Все, все мы видим на нашем поколении. «Насколько велика ступень раскаяния», – пишет автор книги. «Человек был отдален от Всевышнего, отделен от него. Он вообще не знал про Всевышнего. А потом сказал пророк Ишайяву, «Так как грехи ваши произвели разделение между вами и Всевышним». То есть грех – это то, что разделяет. «Убрал его, оп, и соединился». «И когда убрал он грехи, сказал Всевышний, опять же пророк Ишайяву, и будет, прежде чем вас зовут они, я отвечу». То есть смотрите, как работает. Многие говорят, вот я прошу, прошу Всевышнего, а он не слышит, типа он не выполняет мои просьбы. А Всевышний почему не выполняет просьбы? Всевышний же – это не касса, свободная касса, попроси на тебя. Нет. Всевышний каждому из нас дает последствия, на Востоке называют это карма наших действий, мыслей, поступков. Теперь, когда человек обращается ко Всевышнему, это еще не значит, что он стал другим. Но когда он обращается к Всевышнему и говорит, «Теперь я понял, где я ошибался, где я грешил, где я недоделал, где я…» и так далее. То в этот момент он стал другим, и Всевышний, то добро, которое он хотел ему дать, оно просто проводит. То есть это не Всевышний дал больше, чем давал до этого. Всевышний дает ровно столько же. Этот человек через раскаяние, убрав эту перегородку, становится способен принять то добро от Всевышнего, которое и было для него приготовлено всегда. Понятно, да? И написано поэтому, прежде чем вас зовут они, прежде чем ты сформулируешь, что тебе надо словами, а оно-то уже Всевышнему известно, ты же не в эту секунду попросил. У тебя есть намерение твоего сердца, твои желания, твои запросы. И есть то, что ты можешь принять. И что является перегородкой? Грех. Убрал грех, получил свет. Поэтому написано «будет прежде, чем вас зовут они». То есть Всевышний видит, как только человек убирает грех, то свет начинает идти. И исполняет заповеди, их принимает с радостью и милостью, как сказано «И Всевышний благоволит к делам твоим». Каэлит, 9 глава, 7 отрывок. Как раз я, когда сегодня это читал, думаю, надо Каэлит опять проучить. И сказано пророк Малахи «И приятен будет для Всевышнего дар Иуды в Иерусалима, как в дни древние и как в годы прежние». То есть было предсказано, что возвратится Израиль в Иерусалим. Все. И дальше он уже заканчивает. Мы сегодня заканчиваем главу. Значит, все. Я просто читаю. Те, кто раскаялся, обычно весьма смиренны и негорделивы. В этом еще одно преимущество перед праведниками изначально. Тот, кто раскаялся, он понимает и ту сторону жизни, и эту сторону жизни. Его уже не затянешь, как говорится, чем-то. Ну, грехом он уже знает, он уже раскаялся. То есть его уже, эти иллюзии все его уже не затянут, да? Поэтому он смиренный, он негорделив, он знает все от Всевышнего. Если глупцы пристыдят их прежними делами и скажут им, «А вот вчера ты поступал так-то и так-то, говорил так-то и так-то». То есть только глупцы могут раскаявшихся как-то попрекать прошлым, да? Пусть не чувствуют обидчиков, но слушают и радуются. То есть пусть они от этого не страдают, а слушают и радуются. Они знают, что им заслуга, если стыдятся в своих прежних поступках, их ступень поднимается. То есть в этот момент, когда кто-то их пытается стыдить за прошлое, и они терпят за это позор, в этот момент заслуги того, кто их стыдит, переходят на того, на праведника, на того, кто раскаялся. То есть это очень важная вещь. Есть много-много историй, как великие такие праведники, их кто-то там позорил, все. Они говорили, сейчас я искупаю все свои грехи, и сейчас, в данный момент, это меня спасает. Царь Давид, когда Царь Давид вышел, и Шиме Бенгера его позорил, кричал на него там вообще, и его военачальник хотел этого Шиме Бенгера убить, Давид говорит, стой, это же не он кричит, это сейчас Всевышний мне дает этот позор, чтобы я искупил этот грех. Сейчас как раз полностью я искупаю свой грех вот этим позором, не трогай его, да, и он его не трогал. То есть это очень важно то, что здесь написано, что если кто-то начинает, того, кто раскаялся, и он, а кто-то ему говорит, да, посмотри на себя, вспомнишь, что ты вчера делал. Он говорит, я помню, ты вспомнишь, что в Торе написано, да, что запрещено упоминать о старых проступках, и о новых запрещено упоминать все. Но говорит надо так, раскаившемуся, а, и он пишет, что говорит раскаившемуся, вспомнить свои прежние дела или упоминать об этом, чтобы устыдить, это великое преступление, да, это великое-великое преступление. То есть если вы знаете кого-то раскаившегося, нельзя ему говорить, ну что, помнишь, как ты раньше-то зажигал? О, помню тебя. Я поэтому перестал со своими старыми друзьями всеми общаться, потому что они все время пытаются, как бы, напомнишь, да нет, ты не такой, ну что ты себя строишь религиозного? Знаем мы тебя. Так вот обычно говорят вот эти вот нерелигиозные, и с ними тогда лучше, видите, написано, это грех большой. Раскаившемуся следует искать добрых дел и удалиться от помыслов этого мира, и стараться идти по замыслу Всевышнего, и укрыться под его тени, и учиться изучать Тору, и терпеть обиду от глупцов, и быть к этому, к тому, что они говорят, эти глупцы, как бы глухим, слепым, им читать псалмы. Все, мы закончили главу раскаяния. Очень, очень мы грамотно, да, прямо четко. Это начало месяца Илуля, мы подготовлены, мы знаем, как раскаиваться. Все, теперь у нас брата Торы. То есть, интересно, что вот этот момент раскаиваться, тоже на нем не надо сильно зависать. Как сказал царь Давид, отодвинься от зла и делай добро. То есть, это как вот разница между обычной психологией и позитивной психологией. Обычная психология, она ковыряется вот в этом прошлом, для того, чтобы найти корень, а что там, почему мне плохо. Ну, хорошо, нашли корень, поковырялись, почистили. Вот ты сидишь, как, знаешь, как почистил помойную яму, и думаешь, да, почистил, ну, вроде чисто, все равно воняет. Ну, чистил я уже, сидел там, месяц очищу эту яму помойную, а все равно-то воняет. А позитивная психология говорит, иди в лес, в парк, на природу, занимайся. То есть, не зависай на прошлом. Строй будущее. И вот как раз у нас следующая глава Тора, значит, как выстроить себе новый мир вначале у себя в голове, а потом этот мир, он преобразовывается в изменения в материальном мире. Все, всем удачи, успехов, с Божьей помощью встречаемся завтра, и раскаиваемся по-серьезному. Скоро рожа жена, значит, все, раскаиваемся. Счастливо, до завтра.